Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас приветствует, как всегда, Алена Ариес. Я таролог, психолог, коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. И сегодня я хочу пригласить вас в увлекательное путешествие по арканам Таро. В каждом видео я рассказываю самое полное значение каждого аркана. И вы, используя мои видео, можете прекрасно изучать науку предсказаний именно по Таро. Также вы можете начать себе предсказывать прямо сейчас, используя мои видео. Если у вас есть колода карт, то вы можете задать любой свой вопрос. В колоде карт перемешать и вытащить любую карту. Посмотрите, как называется эта карта. Нажать вверху или внизу видео Алена Ариес. На главной странице найти плейлист обучения искусству предсказаний. И в этом плейлисте найдите нужную вам карту, а точнее видео с таким же названием. Включите данное видео и слушайте ответ на свой вопрос. Это был первый способ. Второй способ. Если у вас нет колоды карт, специально для этого все видео я пронумеровала. И их ровно 78. Правда, начинаются они с 0 до 77. Также задайте свой вопрос и из чисел от 0 до 77 выберите любое число. Первое, которое придет вам в голову. Также нажмите Алена Ариес, то есть мое имя, вверху, либо внизу под видео, либо вверху. Зависит от того, на каком гаджете вы смотрите. Также на главной странице канала, пролистав немножечко вниз, найдите плейлист обучения искусству предсказаний. Лучше добавьте его себе в понравившиеся, чтобы вам легче было предсказывать себе. И найдите в этом плейлисте видео с таким номером, который вы загадали. Включите это видео и слушайте полный ответ на ваш вопрос. Также, девочки, у меня на канале, не на канале, а на сайте, да, есть книжечки, которые вы можете приобрести. Там также даны многогранные значения аркана второго. И там же на странице с книжечками есть обучающие видео. Как по книжечкам, когда вы их только-только приобрели, сразу начать предсказывать самим себе. Для тех, кто хочет именно овладеть полностью системой Таро, есть мастер-классы. Их всего 12. На них я даю не только обучение Таро, причем я даю Таро через нумерологию символа. Я учу именно считывать информацию с каждой карты. После прохождения мастер-классов, к тому же они практические, то есть вы сразу будете отрабатывать все навыки считывания. Вы сможете предсказывать абсолютно на любой колоде, и не только на Таро. Вы сможете считывать любые карты, любые картинки. Таким образом вы сможете предсказывать себе, помогать другим людям и реально на этом зарабатывать. Также у меня еще есть курс обучения искусству предсказаний. Это еще глубже. Курс обучения искусству предсказаний, это через подключение к общему энергоинформационному полю Вселенной. Это вообще фундамент всех предсказаний. После курса вам, не знаю, может даже не понадобиться Таро, потому что вы реально сможете предсказывать даже на карандашах. То есть у меня масса всего, многогранное обучение и очень глубокое. Ссылочка на мой сайт, девочки, есть внизу в описании, в моем первом комментарии и вверху в чате. Нажимайте ссылочку, переходите на мой сайт и выбирайте нужное вам обучение. Если вы хотите просто предсказывать на моих видео, тогда, как я говорила, переходите на мой канал Алена Ариес, то есть нажмите Алена Ариес, окажетесь у меня на канале, выбирайте плейлист обучения искусству предсказаний и предсказывайте себе прямо сейчас. А я вам сейчас расскажу полное, самое полное значение Аркана Таро Повешенной. Очень интересная многогранная карта и неоднозначное значение этой карты у всех Тарологов. Моё значение, но оно не одно, да, оно очень-очень полное именно по, даже сейчас почитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, по одиннадцати параметрам значения данного Аркана, проверенным многолетним опытом. И основное общее значение Старшего Аркана Повешенной заключается в том, что самое первое и, наверное, самое распространённое значение – это жертвенность. Да, то есть, ну, если вы предсказываете, конечно, на какого-то человека или даже себе, то в данном случае жертвенность по Старшему Аркану Повешенной обозначает, что будет какая-то ситуация или какое-то событие, что как-то вы, либо вам нужно будет проявить свою жертвенность, либо вы эту жертвенность почувствуете, да. Возможно, кто-то вас захочет поставить такую ситуацию, вот, или другого человека. Вот, ну, чем мне нравится по Старшему Аркану Повешенной, вообще, чем мне нравится Старший Аркан Повешенной, это временно. То есть, даже вот эта жертвенность, она временна. Вот, кроме того, да, может Старший Аркан Повешенной обозначать временную приостановку, может быть, смену приоритетов, ценностей, может даже обозначать тупик в какой-то ситуации. Это может быть и в отношениях, в работе, в карьере, в бизнесе. Но, опять-таки, тупик преодолимый. То есть, просто нужно проанализировать ситуацию и двигаться вперед. Да, то есть, найти выход. Вот так я бы сказала. Также может обозначать паузу. Вот, тоже временную, естественно. Потому что по Старшему Аркану Повешенной, девочки, ну, смотрите, он уже одну ножку спустил. Сейчас уже спустит вторую и спрыгнет. То есть, это действительно такой период перед началом какого-то движения. Да, это может быть период зависания, также в отношениях, в бизнесе. Но это период именно анализа и плодотворной работы для дальнейшего движения. Поэтому период зависания здесь действительно необходимый для формирования или подготовки к чему-то новому. Возможно, переосмысление и анализ. И также подготовка к чему-то. Возможно, также период обучения. Или, как я говорила, крабодливая работа, результаты которой будут позднее. Подготовка к переезду тоже вполне возможно. Или, например, подготовка к тому, чтобы въехать в какое-то жилье. Это может быть ремонт или благоустройство. В сфере работы, карьеры и бизнеса старший аркан повешенный также может обозначать застой в делах. Но, опять-таки, временный. Рутинная работа. Но это тоже временно. Работа малооплачиваемая или неблагодарная. Но, опять-таки, все равно перемены. То есть, близкие перемены. Либо вам больше станут платить за работу. Либо вы ее просто поменяете. Также может обозначать погруженность в какую-то работу или даже проблему. Погруженность в работу тоже временно. Например, время отчетов. Погруженность в проблему для того, чтобы найти скорейшее решение. Также старший аркан повешенный может обозначать службу в армии. Только срочную. Препятствия. Может говорить о препятствиях, но, опять-таки, преодолимых. Просто нужно подготовиться, проанализировать. Может быть, что-то переосмыслить. И вперед. В целом, это подготовка к началу нового дела, проекта, бизнеса. Может обозначать разработку проекта, бизнес-плана. Подготовку к смене работы или профессии. Финансов. Старший аркан повешенный вообще самих финансов-то не обозначает. Но, в целом, может говорить о том, что скоро ситуация по финансам изменится. Также может обозначать налоги, взятки. Причем взятки разные могут вам давать или вы будете кому-то давать. И чаще всего еще обозначает какие-то неразумные траты. Поэтому, если вы был старший аркан повешенный на финансы, то лучше, я бы сказала, не делать каких-то трат. То есть, несколько раз взвесить и проанализировать, а действительно ли это так необходимо. По поводу здоровья, девочки. Старший аркан повешенный говорит о том, что скорее, зависит от того, на кого предсказываете, у вас или у другого человека, легкомысленное отношение к здоровью. Возможность затруднения в постановке диагноза. На слабость, на способность медленно восстанавливать силы после болезни. То есть, такое медленное выздоровление. А также, возможно, какие-то психические отклонения и нарушения. Отношения. Чаще всего, по старшему аркану повешенный, это какая-то неразумная жертвенность ради любви. Зависит от того, себе вы предсказываете, или другому человеку, а также на кого. Но чаще всего это касается именно женщин. Вот такая неразумная жертва на страде любви. Хотя и в предсказаниях на мужчин это тоже бывает. Может обозначать длительное одиночество, но при этом, то есть, здесь нужна дополнительная карта, посмотреть причину одиночества. Потому что тут, видимо, скоро по повешенному, это длительное одиночество скоро сменится. То есть, будут отношения. Также говорит о временной паузе или застое в отношениях. Человек, которого обозначает старший аркан повешенный, скорее всего, скромный, зажатый, неуверенный в себе, бескорыстный, жертвенный. Внешность. Цвет волос русый или рыжий. Цвет глаз зеленый. Рост средний. Телосложение обычное. Общий внешний вид иногда такой, что человек как будто бы не успевает за собой следить. Ибо все свое время тратит на других или на работу. Профессии. Чаще всего это ученик, поэт, художник, вообще представитель богемы. Какой-либо профессии, связанной даже не только, не просто с творчеством, а именно с искусством. Место. Место по старшему аркану повешены. Это какие-то места ожидания, остановки, вокзалы, больницы. Ну, в любое место, где люди чего-то ждут. Совет. Посмотрите на ситуацию с какой-то необычной, креативной точки зрения. Время. Чаще всего это три месяца. Зависит от того, о чем спрашиваете. Либо тридцатое число любого месяца. Либо может обозначать один год. Старшие арканы, ну, чаще всего дают именно несколько периодов. Поэтому зависит от того, о чем вы спрашиваете. И насколько, как бы, это реально. Да, если спрашиваете через сколько, скорее всего это будет через три месяца. Вот. Если какое-то такое крупное событие, то он может быть и через год. Вот. Ну, чаще всего из практики действительно через три месяца, либо тридцатого числа ближайшего месяца. Вот такой ответ по времени. Вот такое, девочки, многогранное, полное значение старшего аркана повешенной. Думаю, что вы услышали в любом случае ответ на любой свой вопрос. Так что предсказывайте у меня на канале. Кто хочет реально учиться, ссылочка вверху в тщатель, внизу в описании и в моем первом комментарии ссылочка на мой сайт обучения искусству предсказаний. Там вы найдете разные форматы обучения, книжечки, как я уже сказала, да. Вот. А также еще есть много интересного. Там есть анкета, потом есть тест на проверку способностей, бесплатные вебинары. Так что переходите на мой сайт. Я думаю, вам будет интересно. На этом, дорогие мои, от всей души искренне, конечно же, желаю вам всем счастья, радости, удачи, удовольствия. Всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Арьес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Пока.